Тем временем региональные власти не собираются вводить дополнительные ограничения и ужесточать меры по профилактике коронавируса. Надо просто тщательно соблюдать уже действующие требования. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия-24». В частности, в больницах сохраняется резерв коек на случай роста темпов госпитализации. Поликлиники, центры амбулаторной помощи и офисы врачей общей практики также находятся в режиме полной готовности. Усилена работа горячей линии. Набрав номер 122, можно получить справочную информацию о работе медучреждений. Растут темпы вакцинации, причем привито более 72% граждан в возрасте от 60 лет. Кроме того, в Верхней Волжье поступило 720 доз вакцины для молодежи в возрасте от 12 до 18 лет. Особое внимание уделяется соблюдению масочного режима в общественных местах. В первую очередь на транспорте. Продлеваем масочный режим для общественного транспорта. Там, где большая плотность людей, у нас проходит месячник на транспорте Верхней Волжья. Он у нас заканчивается 1 февраля. Еще на месяц это будет продлено. И, кстати, тоже есть меры профилактики. Мы, соответственно, проводим рейды. У нас там более 600 административных дел, которые были рассмотрены мировыми судьями. Но практика пока такая щадящая. Штрафы за первый раз не накладывали, за первое нарушение. Но в дальнейшем, если второй раз человек без маски на общественном транспорте, то штрафы у нас от 1000 до 15 тысяч по кодексу административных правонарушений. А так, в резлостных нарушениях до 30 тысяч на человека может быть штраф, если он без маски поехал в общественном транспорте и подвергает других пассажиров опасности. Продолжение следует...